Грядущий капитальный ремонт фасада, состояние мест общего пользования и придомовой территории. Эти и другие вопросы обсудили жители дома номер 37 по проспекту Ленинского комсомола на встрече с начальником территориального отдела Центральной Светланой Степиной. В обсуждении также приняли участие представители управляющей компании и местный депутат Алексей Журавлев. Оно стоит 45 лет. Если есть экологи, наверное, нужно было экологов, если вы хотите опилить, если соседи против того, чтобы вы опиливали все деревья. Жаркую дискуссию вызвал недавно проведенный по просьбе председателя совета дома осмотр зеленых насаждений представителями управляющей компании. Некоторые жители опасаются, что могут лишиться здоровых деревьев и кустарников, которые когда-то собственноручно высаживали вдоль дома. Они несут нам не только экологическую безопасность, но и немного убирают шум с прилегающей дороги, потому что у нас недалеко находится фенитеральная трасса, от которой тоже летит и пыль, и достаточный шум она производит. Поэтому, конечно, беспокоенно. Другие жители, напротив, переживают, что разросшиеся деревья могут нанести вред дому и подземным коммуникациям. Канализационный люк. Он один, два, три и четыре. Идет граница подземных коммуникаций, канализации. Есть специальный СНИП. Два метра от подземных коммуникаций. Где деревья два метра от подземных? Это же все разрушает корни колодец. Это же не просто колодец. Там идет труба, в которую все сливается. Представители администрации и депутатского корпуса сообщили жителям, что подобные вопросы требуют тщательной проработки и анализа в каждом конкретном случае. Есть разные нормы. Одни нормы не позволяют спиливать деревья, которые себя хорошо чувствуют, так скажем. Другие нормы не позволяют быть деревьями ближе к какого-то расстоянию от дома, от труб. Пока никаких экспертиз не было, что они могут якобы что-то там повредить. Я думаю, что категорически нельзя это делать, спиливать деревья. В ближайшее время отдел экологии администрации муниципалитета проведет тщательное обследование зеленых насаждений возле дома. И только после этого станет понятно, есть ли нарушения, которые нужно устранять. Ну а жителям не стоит забывать о том, что все вопросы необходимо решать сообща и вместе заботиться о сохранении общедомового имущества. Например, дружно выйти на муниципальный субботник, который состоится уже завтра, 17 апреля. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.